Теперь можно сказать, назначенные официально депутаты ЗАГС Собрания проголосовали за новые кандидатуры председателя правительства и вице-губернатора. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Кировские депутаты одобрили кандидатуры на должности председателя правительства и вице-губернатора региона. За них проголосовали практически единогласно. Александр Чурин теперь занимает должность председателя правительства области. Он будет заниматься оперативным руководством правительства и курированием Минфина, Министерства экономического развития, а также Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики. Андрея Плитко утвердили надложность вице-губернатора области. Он отвечает за проведение политики в сферах госслужбы, противодействие коррупции, безопасности, а также взаимодействие правительства с различными движениями и партиями. Следственное управление напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». Сообщения от кировчан помогут следователям оперативно реагировать на экстренные ситуации с детьми, особенно если есть угроза для их жизни и здоровья. Телефонная линия с коротким номером 123 работает круглосуточно. 30 марта во Дворце культуры «Космос» пройдет марафон добра в поддержку целищевой Даши. У двухлетней девочки рак четвертой степени. После многочисленных курсов химиотерапии ее ждут в германской клинике. Там Даша пройдет иммунотерапию. На благотворительном мероприятии кировчан ждет концерт, научное шоу, мастер-классы и ярмарка. Все денежные средства, вырученные на марафоне, будут перечислены Даши. Начало мероприятия в 15.00. На следующей неделе в Киров с концертом приедет Сергей Пенкин. В этом году он приготовил для своих фанатов новое шоу «Сердце на осколки». Зрители услышат новые песни, а также любимые композиции из репертуара Аллы Пугачевой. В программу также войдут полюбившиеся поклонникам песни из самых ранних альбомов Сергея Пенкина. Концерт состоится 4 апреля в ДК «Родина». Начало в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин